Ну, во-первых, большая благодарность за то, что я смотрю, у нас 53 посетителя. Это уже больше, чем было на первом вебинаре, который назывался «Ясное тело», который был 4 июля. Даже несмотря на то, что сегодня я честно сказал, что вебинар такой про рекламу. И, как вы понимаете, по ходу дела я буду не просто рассказывать про рекламу, но и рекламировать тоже. Так что такая штуковина. Вот поэтому у меня первая такая заставка. А, еще редкая такая удача. Конечно, почему-то в этот раз у меня залились мои красивые слайды. Те, которые я делаю у себя на основном компьютере. Они не раскорячиваются, как это обычно с ними бывает. Правда, там будет опечатка в одном слайде, но я скажу где. Я ее поправил, но вторично они уже нормально не заливаются. Обычно я слайды делаю попроще. Они не такие красивые. Вот эти мне очень нравятся, но, к сожалению, портал почему-то их... То ли шаблон у них там как-то не срабатывает, то ли шрифты не срабатывают. Не знаю что, но не получается. Итак, сегодня я не так долго планирую говорить, поэтому, наверное, перерыв не будет. И я хотел бы немножечко рассказать, донести до вас какие-то новости проекта, который мы затеяли этим летом 2012 года. Мы, я имею в виду себя и свою команду. Сейчас, на данный момент, у нас в команде есть я, мой партнер. И раз, два, три, четыре, шесть человек у нас. Даже, можно сказать, семь. Если учитывать всех, кто работает в команде нашей. И разные люди разными вещами занимаются. Есть те, кто с вами переписываются. Ну, одного из моих сотоварищей вы точно знаете. Это Максим Ковальский. Он вам пишет письма и подписывается. И пишет, по-моему, очень даже неплохо. Ну, и сегодня я вот хотел бы кое о чем рассказать. Возможно, кое-какая польза будет и лично вам, если вы чем-то подобным занимаетесь. Ну, и по ходу дела, так сказать, познакомиться со структурой и так далее. Ну, и как обычно бывает, я вот смотрю тут, смотрю у себя френд-ленту в своем блоге в ЖЖ. Вот, и вижу вот, например, у Оксаны Антоненко тут. Недавно у нее появился пост. По-моему, даже сегодня. Да, восьмое сегодня. Как раз по поводу инфобизнеса, по поводу рекламы и по поводу всего такого разного. Вот, письмо такое немножечко огорченное на тему того, что вот за последнее время инфобизнес очень быстро развивается. Все пытаются что-нибудь в интернете продавать. У одних получается, у других не получается. Она пишет, что вот у меня не получается. И она стала думать, почему. На самом деле, многое из того, что она написала, я очень даже разделяю. Потому что те, кто меня знает некоторое время, те, наверное, тоже заметили, что тоже я какое-то время навод пытался попасть в струю инфобизнеса. И, в общем-то, и целом, не очень мне это понравилось. Я там по ходу дела буду рассказывать, почему. Кроме того, ну, с этим я ничего поделать не могу, как говорится, да, это окружение такое, да. Но, тем не менее, конечно, огорчительно, что, так сказать, поляна, на которую мы играем, она сейчас активно очень замусоривается чудовищным совершенно потоком рекламы, огромным. Реклама, в общем, не очень добросовестная. Все себе рекламируют, кто во что гораст. Вот. На этом фоне очень трудно как-то привлечь людей собой. Вот. И еще обидно, я вам скажу, да, такая вот вещь, что очень часто, ну, это, собственно, раньше происходило, очень часто приходят ко мне люди и говорят мне, вот, если бы я только раньше бы о тебе узнал, а то вот я уже там все деньги потратил где-то там, да, ходя на какие-то там семинары, ходя на какие-то эти вещи, да, ничего от этого не получив, потому что реклама была очень яркая. Ну, с этим ничего не сделаешь. От рекламы никак не убежишь. И на самом деле, ну, можно считать, что это манипуляция, можно так не считать, но есть такое очень хорошее определение, да, что такое реклама, что такое пиар. Правильный пиар или правильная реклама. Правильная реклама – это когда какое-то хорошее дело делают хорошо известным. Заблуждение многих людей заключается в том, что они думают, что если они делают хорошее дело, то это хорошее дело станет известным само собой. И, соответственно, заблуждение многих людей, которые находятся на получающей стороне, заключается в том, что они, в общем, тоже не считают важным, не считают нужным как-то помогать тем людям, которые хорошие дела делают. В результате чего люди с хорошими делами остаются при своем разбитом корыте, а люди с делами, может быть, не такими хорошими, но с очень агрессивной и активной рекламой, в общем, постоянно делают сейчас такая модная тема в инфобизнесе, да, возьми да сделай, быстрые деньги, возьми и заработай, возьми и сделай. Это все, конечно, как фирмы-однодневки, люди-однодневки, они заниматься этим долго не станут, вряд ли они будут этим бизнесом как-то поддерживать эту струю. И, в общем, в этом рано или поздно, обычно рано, убеждается каждый, кто с ними как-то связывает свои дела. И вот как бы хотелось общей помощью, да, такой большой деревней, эту проблему как-то решить и разобрать. Я вот хотел какие-то нюансы обобщить, ну, может быть, для себя отчасти, для вас отчасти, что мы можем сделать, как мы можем создать какое-то такое сообщество людей, которые действительно будут хорошие дела делать хорошо известными. Буквально вот на днях, например, я общался с одним своим приятелем, Кирилл Кузьмин, его зовут, он фотограф, он тоже пытается в ЖЖ там что-то продвигать, в топ поднимать там и так далее. Я с ним обсуждал, ну, некие парадоксальные вещи, что, например, то, что в топе постоянно оказываются, ну, например, в ЖЖ какие-то совершенно странные, непонятные тексты, совершенно непонятно, кем образом они туда попадают, вот, и он вдруг, оказалось, что он этим давно уже занимается, и он мне стал рассказывать, что, в общем, у каждого блогера есть свои маленькие грязные секреты, как это делается. И вся фишка в том, что если грязных секретов у тебя нету, то, в общем, как бы, и не становишься ты особенно известным. Это как-то странно, потому что, опять же, в топе находятся далеко не самые лучшие люди, далеко не самые интересные тексты, далеко не самые достойные вещи, на которые стоило бы обратить внимание. Это как бы тоже замусоривает наше информационное пространство. А вот хотелось бы как-то научиться качественно фильтровать то, что происходит вокруг. Кроме того, у меня тоже есть такая встроенная антипатия к всяким таким вот вещам, типа, там, не опоздайте только три дня, только раз в жизни, там, какие-то такие вещи, потому что все эти вещи тоже одноразовые, довольно быстро люди понимают, что это то, что на простонародном языке называется разводняк, да, вот, когда тебе там какие-то скидки обещают, постоянно какие-то безумные, ну, и всегда возникает подозрение, что если люди обещают такие, какие-то непонятные скидки, причем, в общем, не за что-то там конкретное. Одно дело, когда человек, допустим, оптовые скидки дает или какие-то поощрительные скидки, а когда скидки просто даются такие, там, вот, сегодня у нас все тренинги продаются за 3% своей стоимости, спешите, спешите, ну, и тут любой разумный человек, если он включить мозг, поймет, что, в общем, это просто все оставшееся время они имеют 97% накрутку, а сейчас-то они стоят как раз ту цену, которую они стоят. Вот, мне этого этим всем заниматься не особенно хочется, и мне очень хочется, например, бороться с пиратами, явление тоже такое присутствует, то есть материалы периодически куда-то сливают, выкладывают, складчину покупают, там, и так далее. Я давно уже зарегся с этим бороться, потому что, во-первых, не вижу смысла, во-вторых, я отчасти понимаю, почему это люди делают, вот, ну, в общем, в какой-то степени это понятно, вот, а все остальное это совесть этих людей, и, кроме того, в общем, тоже совершенно не очевидно, что это действительно наносит какой-то вред. Информация, она есть информация, она, в общем, копируется как-то всяко-разно, и любой человек, который был на живом тренинге, или даже хотя бы в прямом эфире, как вот сейчас, он понимает, что есть существенная разница между прямым восприятием информации от преподавателя, от учителя, и каким-то опосредованным. Ну, и, соответственно, на живых тренингах тоже очень ярко и явно прям сразу видно, кто действительно делает качественную работу, вот, а кто просто продает услуги какие-то, да. Вот об этом всем понемножку я сегодня расскажу, и расскажу, как бы, с моей точки зрения, было бы правильно подойти к этому благородному делу, делать хорошее дело хорошо известным. Вот, ну, тут вначале тоже была информационная часть, я ее, на самом деле, вчера на вебинаре проговаривал, вот, и выкладывал в блоге небольшое аудио. Вот. На самом деле, он даже отчасти утратил актуальность на данный момент. А, это вот здесь как раз опечатка у меня в этом слайде, так что я вот так вот картиночку вам поставлю. Это по поводу отекстовки видео-аудио, я вот сейчас посмотрю, у меня уже записано 32 человека. Это вообще круто, на самом деле. Я не ожидал. Я, честно говоря, как-то думал, поменьше будет людей. Оказалось, что людей, желающих очень много, это очень здорово. Это означает, что нам удастся, в общем и целом, довольно быстро оттекстовать все, что я хотел оттекстовать. Вот, это здорово. Уже там приличное количество страниц общими силами оттекстовалось. Вот, и это хорошо, это радует. Вот, но тем не менее, я проговорю, да, что там вот есть ссылочка, она написана, ну, я ее короткую ссылочку сделал, сократил. b23.ru.pqa3. По этому адресу находится форма регистрации, если вы хотите поучаствовать в текстовке видео и аудио, вы можете там зарегистрироваться и поучаствовать. Зачем нам это нужно? Тут один товарищ сильно меня почему-то на эту тему доставал. Зачем это нужно, кому это нужно и так далее. Ну, во-первых, конечно, у меня есть там древняя такая мечта заняться писательством. И, наверное, если в ваши руки попадала книжка, моя книжка попад, то вы, наверное, заметили, что она довольно близка к тексту, собственно, семинара. Вот, особенно если вы на семинаре еще и были. Вот, и, в общем, вы не ошиблись, потому что эта книжка была сделана по тексту семинара. То есть был взят текст семинара, он был литературно обработан, где-то дописан, переписан, откорректирован, и, в общем, получилась готовая книга. И, собственно говоря, в таком же стиле очень хотелось бы сделать книги по всем остальным направлениям. Текстовые вещи гораздо более мобильны. Это не видео, не дистанционные курсы. Они гораздо более дешевы в плане предоставления людям. Ну, и книги вообще никто еще не отменял, что книга это источник знаний, основной она источник для большинства людей. Вот, и, естественно, что, раз уж я там делаю рекламу, я подумал, что мне бы очень хотелось, чтобы видео и аудио отекстовывали не просто абы какие люди, которым я плачу деньги, а люди, которые действительно хотят как-то меня поддержать и поддержать себя посредством обучения у нас там и так далее. Поэтому мы решили, что мы будем платить вот по таким расценкам, начислять некие условные рубли, которые потом можно потратить на наш ассортимент. Это может быть все, что угодно. Вплоть до индивидуальных сессий, например, со мной и так далее. Но это я посмотрел, кто тестовкой довольно быстро стал заниматься. Там, в общем, вполне себе приличную сумму можно заработать. Ну, и, в частности, потратить ее, например, на обучение в Академии Ясного Коучинга. Я понимаю, что там тоже, в общем и целом, с одной стороны, то, что мы в Академии даем, это действительно большой полноценный семестр. Это почти 400 часов обучения за 4 месяца дается. Это очень серьезная программа. Я, как человек, который тоже много в своей жизни учился в различных организациях, могу вам сказать, что такого объема знаний практически нет нигде. Ни в количестве, ни в качестве. Это правда. Я это лишний раз, каждый раз подтверждаю, когда сам работаю переводчиком где-то. Ну, и, может быть, вы слышали эту историю, что, собственно говоря, идея создания Академии Ясного Коучинга, она тоже пришла ко мне, в общем, снаружи. Ко мне целый ряд моих друзей и знакомых подходил и спрашивали, почему я никак не сведу все свои отдельные семинары в некую систему. Потому что, ну, был там такой эпизод, когда одна из обучавшихся мне студенток, побывав на семинаре по символическому моделированию, пришла и мне в качестве обратной связи сообщила, что вот она 2 года училась в каком-то тренинговом центре. Она изучала там некую технологию, и она говорит, ты знаешь, я вот здесь вот за 5 дней, тогда еще 5-дневные у нас были семинары, я получила больше практических знаний, чем за эти 2 года. Более того, там эти 2 года они еще не закончились, еще было где-то месяца 2 до конца обучения, и говорит, я уже не могу учиться нормально, потому что я понимаю, что все то, что преподают, оно, в общем, такое излишнее, балластное, и все это гораздо проще делается с помощью вот этого метода. Я теперь не знаю, как мне с преподавателем построить отношения, потому что я как бы всерьез воспринимать то, что они дают не могу, а спорить как-то с преподавателем вроде как некорректно. Ну, кроме того, с отекстовщиками, особенно с теми, кто у нас будет активно работать, кроме, собственно, оплаты в баллах, мы обсудим разного рода льготы, в том числе, например, льготные членства в высших мастер-группах, сейчас я по следующим слайдам об этом расскажу. Ну, и, кстати говоря, вот уже Наталья Бадмаева писала, по поводу последнего пункта, что отекстовка – это один из отличных способов углубленного обучения. Действительно, когда отекстовываешь, я отекстовкой не занимался, но я в свое время довольно много работы делал по письменному переводу, довольно близкий по своему смыслу деятельности такой как бы способ работы. И действительно, перевод – это углубленное понимание, а текстовка – это тоже углубленное понимание, по сути, тоже своего рода перевод, когда вы разговорную речь должны перевести в речь письменную, пропустив ее через себя, пропустив через свое восприятие, пропустив через свои руки, через свои пальчики, все это набрать и так далее. Так что, если вам интересно, регистрируйтесь, вы у меня в формочке сразу появитесь, я вам дам сначала какое-нибудь небольшое задание, и если вы попробуете, у вас пойдет нормально, то будем с вами работать, сотрудничать, ну, и, наверное, учиться тоже будем. Вот такая вот штуковина. Ну, оплату, поскольку мы платим рублями условными, которые на счет зачисляем, довольно такая щедрая оплата, это, в общем, выше, чем обычно по рынку платят, так что, в общем, спасибо. Приходите. Так. Теперь по поводу мастер-групп. Я такое даже, видите, слово придумал, ясно-практика, сокращенная, писать как раз ясная практика жизни. Долго? Ага, вопрос вижу, Валерия, я потом сейчас попозже отвечу на него, сейчас я вот по слайду проговорю техническую информацию. Для удобства распространения информации, как я уже говорил, мы решили ее попробовать систематизировать вот таким вот образом, сделать три мастер-группы. Первая мастер-группа, она бесплатная, и, собственно говоря, в ней будут содержаться все материалы, всех вебинаров по этот момент, включая вот этот вебинар, на котором вы сейчас прямо присутствуете. Там я выкладываю бесплатные видео, ссылки на вебинары, подкасты, слайды, статьи, разного рода видео, в общем, много-много-много бесплатных материалов. Ну, и о текстовке мы тоже будем вынимать какие-то интересные статьи, тем более пока еще мы оттекстовываем в основном такие общедоступные материалы. Вот, и будем тоже там распространять. Чем это хорошо, немножко забегая вперед? Я хотел бы, опять же, чтобы к нам попадали не просто абы какие люди, которые у нас там как-то там приходят, потому что они там пришли к какой-нибудь партнерской программе, за которым откатили там какие-нибудь безумные 50% стоимости тренингов. Я еще про это буду говорить, что меня тоже всегда удивляет, когда в инфобизнесе распространены такие системы, когда за приведенного человека откатывают там 30%, 40% или 50% пожизненно. На мой взгляд, это бред, и любой конечный пользователь должен понимать, что на самом деле, получается, этот тренинг стоит просто в два раза дешевле. Раз человек из полученных денег половину отдает налево, значит, в общем, эти деньги ему не особенно нужны, и, наверное, он себя настолько не стоит. То есть он берет семинар, ставит на него цену, потом умножает ее на 4, и из этих вот навороченных денег он, собственно говоря, оплачивает такой MLM своего рода. Я тоже этим заниматься не хочу, и почему я не хочу заниматься, я, наверное, потом еще это проговорю, потому что мне кажется, что таким образом привлекаются не те люди, которые действительно заинтересованы в ясной практике жизни, а те люди, которые заинтересованы в бабле, в деньгах, что, в общем, не интересно на самом деле. Мне не интересно, чтобы ко мне приходили люди просто потому, что их кто-то вовлек. Я, в общем, секту создавать не собираюсь, никогда не собирался, как бы там ни глумились и ни радовались разного рода антисектанты, которые по каким-то непонятным признакам вычисляют сектанта практически в каждом человеке, который занимается какой-то просветительской деятельностью. Но, тем не менее, даже по этим внешним признакам я бы не хотел попадать под эти категории, типа там приведите там товарищей, мы вам что-то дадим и так далее, и так далее. Как бы, с одной стороны, понятно, что это на этот дел стоит, потому что, в общем, разговаривать с людьми и нести им какое-то знание, это, в общем, тоже работа, на самом деле, она должна оплачиваться. Но я попозже об этом подробнее скажу. Так вот, чтобы из мастер-группы первой попасть в мастер-группу вторую, я прошу немного пока на данный момент. Мы мастер-группу вторую потом сделаем платная, она такая, если кто-нибудь, может быть, был, основана на уже проведенном, даже не эксперименте, в общем, проведенной практике, называлась она Ом.Ответ, это была группа поддержки, она работала примерно в том же формате, как у нас сейчас работают вебинары, то есть еженедельный вебинар, плюс там практика, домашние задания, дополнительные материалы, ответы на вопросы, всякие там нюансы, исполнения и так далее, и так далее. Она была платная, но, ну, собственно, я ее оставил, я на базе этой группы сделал мастер-группу номер два, вот CC Academy 02. Пока для того, чтобы в нее попасть, достаточно просто написать какой-нибудь отзыв по любому из бесплатных видео, любому из бесплатных вебинаров, любой практики и так далее, и так далее. Почему для меня это важно, опять же, да? Я считаю, что если человеку нечего написать, или он ничего не получает от того, что уже было дано, а дано уже, в общем, было достаточно много, и вы уже видели, да, что много было дано, то мне кажется, ему в мастер-группу номер два, собственно говоря, и не нужно. То есть я не очень люблю людей, которые занимаются неким накопительством. И кроме того, я там чуть попозже расскажу, да, в более такую позитивную сторону, что вообще, говоря, написание отзывов, это очень позитивная деятельность не только для меня, в том плане, что я получаю какую-то рекламу, какие-то такие... какие-то такие плюсы к себе в карму, да, но это и для самого человека очень важно, потому что он учится подводить итоги и делать выводы из того, что он сделал. Вот. Вторая группа, она, естественно, она менее многочисленная. Если у нас там в первой группе на данный момент, вот сейчас прям в прямом эфире посмотрю, что у нас там. У меня там Максим тоже поглядывает на эти группы. Первая группа у нас довольно бурно росла. Вот сейчас в ней уже почти 1300 человек. Да, чуть поменьше. Во второй группе там 100 с лишним, 109 на данный момент. Вот. Третья группа, это будет группа, которая... Она тоже уже сделана, это группа для академиков, для Академии Ясного Коучинга. Также через эту группу мы выкладываем все материалы, тренинги, видео по Академии, отчеты занятий, обсуждения, супервизию, мастер-группы и так далее, так далее. Все, что касается Академии. Опять же, во избежание, как я уже говорил, описал ситуации, что каждому из тысяч людей нужно в личку отвечать, писать, высылать там что-то. Это очень такая работа, которая отнимает огромное количество времени. На самом деле, недалеко, как вчера, Максим был свидетелем, я сильно ругался на одного из наших подписчиков, который прислал такое совершенно злобное письмо из серии того, что я тут по вашей ссылке зайти не могу, вы там какой-то там спаунт рассылаете, там еще что-то такое, еще что-то такое, еще что-то такое. Я реально из души прям выдохнул. Я вообще, честно говоря, поражен. Я абсолютно бесплатно на платном хостинге, да, вот канал на визике стоит, в принципе, приличных денег. Я бесплатно делаю еженедельно по два-два часовых вебинара. Вообще это, в принципе, стоит довольно приличных денег, если так посравнивать с аналогичными продуктами на этом рынке. Более того, аналогичных продуктов на этом рынке в принципе нет. А человек общается со мной таким тоном, как будто он мне миллион заплатил, и как будто кто-то кому-то что-то должен. И я, в общем, в такой не очень радостном состоянии эмоциональном писал этот пост, когда написал, ну уж как-нибудь там, пошевелите пальцами, заведите себе аккаунт ВКонтакте, зарегистрируйтесь там, напишите заявку, что-нибудь сделайте вообще, вместо того, чтобы просто писать постоянно письма из серии «Я не знаю». «Я не знаю, где там, я не могу зайти», и так далее. На самом деле, если хоть чуть-чуть разобраться, вроде бы довольно все несложно. Мы сделали даже видеоинструкцию, как регистрироваться у нас на портале. Те, кто у нас зашли, те знают, в принципе, как сюда заходить, видимо, справились. А те, кто не справились, те, видимо, и не зашли, условно говоря. Но, тем не менее, как бы, да, раз вы зашли, значит, вы знаете. У кого-то есть какие-то идеологические соображения на тему того, что я в ВКонтакте не хочу регистрироваться. Тоже, ну, не хотите, не регистрируйтесь, господи, я же что, навязываю вам, что ли? Я, честно говоря, этого, или кто-то там в ЖЖ не хочет регистрироваться. Когда я пишу, например, что у меня основная лента, основные мои посты все идут в ЖЖ, в остальные, в принципе, соцсети идут репосты в основном, и люди говорят, я не хочу себе заводить аккаунт в ЖЖ. Я этого не очень понимаю, потому что, собственно говоря, он ничего не стоит. Сделать его это два клика. Можете там друзей себе не добавлять и вообще ничего не писать. У вас просто будет аккаунт, через который вы можете комментировать, что-то писать. В конце концов, комментарии можете писать анонимно, если у меня это возможности там открыто, если вы вообще не хотите нигде регистрироваться. Но если вы хотите что-то получать, можете хотя бы эту небольшую штуку сделать. Это же не трудно, правда? Поэтому, короче, вот такие вещи. Вы можете в первую группу, еще раз повторю, попасть бесплатно. Во вторую группу вы можете попасть, написав какой-то отзыв. Я сейчас про отзывы отдельно расскажу. И третья группа будет для тех людей, которые у нас будут учиться. Соответственно, мы будем туда выкладывать информацию для тех, кто будет нашими студентами. Вот такая вот штуковина. Так, получила только ссылку сейчас, все пропустила. Ну, пока ничего не пропустила особенного. Если что-то пропустилось, то в записи это будет и в аудиозаписи, и в видеозаписи. Так, потом у нас здесь был вопрос от Валерии заданный. Всех приветствую, только сейчас удалось подключиться. Олег, расскажи, пожалуйста, про онлайн-академию. Интересует практическая сторона. Сколько времени занимают семинары и практикумы? Насколько реально совмещать обучение с полной рабочей неделей? Нужно ли самому искать людей для отработки скилл? Ну, давайте уж, раз мы до этого дошли, значит, как это выглядит. У нас академия запускается, ну, первый семинар, на самом деле, с 25-го, 26-го, хотя он формально не входит в рамки академии именно коучинга. Ну, идет в том же месте, в общем, с той же командой, так что можно считать тоже, что это тоже наше занятие, часть академии. А сама академия запускается 31-го августа. И в основном формат примерно такой. Сам живой тренинг, он идет пятницу, с середины дня, с 4-х часов мы обычно начинаем, такой формат мы отработали. И субботу и воскресенье, ну, в обычное время, там, с 10 до 6, там, до 5, как получится. И это, как бы, основной модуль, или тренинг, да, семинаром назовем его. Он идет 3 дня, ну, соответственно, занимает где-то там 20-24 часа, где-то примерно так. После этого один день перерыва, и начиная со вторника, вторник, среда, четверг и пятница, как бы на следующую неделю, на неделю, которая за тренингом идет, у нас идет, так называемая супервизия. Что такое супервизия? На тренинге мы изучаем различные техники, смотрим демо, делаем практику и так далее, но, как правило, естественно, времени не очень хватает на практическую отработку. Супервизия идет по вечерам, то есть она идет в будние дни по вечерам. Мы начинали, если я не ошибаюсь, в половине седьмого. Тоже, вот, как бы, практически вычислили, что в половине седьмого люди, которые, в общем, готовы активно работать, учиться, они готовы это сделать. Потом у нас на выходные перерыв, и, получается, на следующей неделе, то есть через две недели после базового тренинга у нас идет, так называемая, мастер-группа. Мастер-группу веду лично я, и мы там разбираем все вопросы, все технические нюансы, изучаем некоторые дополнительные задания, которые не входят в основной тренинг, в базовый тренинг. Соответственно, сам модуль, он состоит из трех частей. То есть это тренинг, который идет пятница, суббота, воскресенье, пятница, серийный дня, суббота, воскресенье, полные дни, супервизия, четыре дня по вечерам будних, и мастер-группа, которая идет тоже, она идет три дня, три вечера, точнее говоря. Три вечера она идет. И после этого запускается следующий модуль. Ну и, соответственно, вот модули таких девять штук у нас набралось. Как я уже говорил в презентациях, можно их проходить по отдельности, они вполне себе самодостаточны. У каждого из них есть своя отдельная конкретная тема. Если вам интересно, какая, можете зайти на мой сайт olegmatveev.org, там самый верхний пост. Есть скринкаст с презентацией, где я подробно рассказываю про все эти модули. Кратко, но, в общем, по сути постарался там рассказать, чему каждый модуль посвящен. Основная идея – это формирование, развитие жизненных навыков, как в работе с собой, так и в работе с другими людьми. Поскольку называется Академия Ясного Коучинга, то по завершении базового или полного пакета, то есть пяти первых модулей или всех девяти модулей, вы от нас получаете сертификат Ясного Коуча и можете, соответственно, практиковать под этим всем делом, под этой маркой с нами сотрудничать и так далее. Что касается онлайн-трансляции, это еще один интересный момент, уже отработанный. На самом деле, когда мы в прошлый раз запускали, в прошлом сезоне, было очень сильное ощущение, что ничего не получится, потому что как-то все это странно было через интернет, транслировать, с видео, со звуком. Но к нашему удивлению все замечательно получилось. Мы еще подумаем, где именно это будет реализовано технически. Может быть, здесь на визите. Мы визит в этот раз выбрали, потому что визит позволяет до бесконечного количества людей заводить. Тут, по-моему, ограничений нет вообще у меня, безлимитка. Поэтому, если к нам приходит на вебинар 200 человек, это совершенно нормально. Но иногда бывают какие-то были проблемы с видео в прошлый раз, например. Не в прошлый раз, а в позапрошлый раз с нешколой. Даже в позапрошлый раз. Мы это вроде бы поправили, но в общем и целом мы 4 месяца отработали в прямом эфире. Прямой эфир идет в то же самое время, то есть в то же самое время, которое я назвал. То есть идет прямая трансляция. Кроме того, естественно, остаются записи. Если вы там случайно не попали на какое-то занятие или что-то там произошло, вы можете потом в записи посмотреть и потом уже с супервизором индивидуально договориться, как вы будете делать супервизию. Естественно, те люди, которые у нас работают онлайн, то есть искать людей для отработки не нужно. Мы людей соединяем в маленькие подгруппы. Но вот мы недавно тестировали, что очень хорошо в этом плане работает такая штука Google встречи. Там можно в тайо вчетвером созваниваться с видео и замечательно практиковать даже ясное пространство. То есть расстановки делали через видео и вполне себе получалось. Соответственно, мы набираем онлайн-группу. У онлайн-группы будет модератор-администратор, который все будет организовывать, будет помогать соединять вас в пары, в тройки, вы будете работать и точно так же отчитываться. И обычно семинар так и идет. То есть за компьютером сидит отдельный модератор, который внимательно следит за чатом, крутит слайды, выкладывает файлы, отвечает на вопросы, передает, задает вопросы вслух мне, если что-то там нужно спросить и так далее. И все это вполне себе работает. Вот опять же, если вы, я видел, там кто-то спрашивал в скайпе, спрашиваете, сколько стоит, вы можете зайти на мой сайтик. Еще раз я проговорил, олегматвеев.org, легко запоминается. И там слева в менюшке есть, называется, все мероприятия, там, по-моему, написано. Сейчас гляну, как там точно это меню написано. Вот в самом верху, да, все мероприятия. Нажмете и увидите там и календарик, и форму для регистрации. Она такая, вот Макс на меня ругается, она довольно сложная, в общем, пугает некоторых людей. Но, тем не менее, смысл этой формы заключается в том, что нужно поставить птички в тех местах, где вы хотели бы, ну, то есть на те занятия, на которые, а вот могу вам сейчас экран показать, сейчас, секунду. Может быть, вы увидите, хорошо. Сейчас, секундочку, нужно сразу заработать нормально. Пишет, что обычно занимает от 30 до 60 секунд, чтобы инициировать эту функцию. Ну, вот сейчас посмотрим, иницируется она или нет. И там, собственно, все, пока она иницируется, я буду говорить, там, собственно, все цены прописаны. То есть можно, как я уже говорил, можно просто прийти на тренинг, на семинар. Можно прийти на модуль, то есть взять какую-то определенную тему, да, и, соответственно, прийти на семинар, плюс супервизия, плюс... Так, ну, чего ты завис-то? Или показывай, граналь, не показывай. Ну, подожду еще, пока не буду выключать. Либо прийти на модуль, или прийти на, так называемый, либо там, базовый пакет, либо полный пакет. Это комплект модулей. Ну, и, соответственно, там... Так, ладно, выключу этот скриншейер, какой-то он дурацкий. Могу вам просто ссылку сюда кинуть. Посмотрите сами. Вот там есть такая формочка. Ну, я думаю, разберетесь. Если не разберетесь, то вот Максим там уже пишет. Пишите ему в скайп, вот это CC Academy. Так, по поводу реального присутствия. Зря бы так. Не понял, про что это. Так, ладно. Посмотрю, если есть вопросы. Короче говоря, вот ссылку я вам дал. Зайдите туда, посмотрите. Если что-то непонятно, пишите Максиму на скайп или на наш адрес. Там адреса потом в конце будут, куда писать. Он вам все там расскажет. Так, поехали. Смотрите, по чату смотрю, что в чате написали. Так, а где комментарии к вебинарам можно оставить? Извиняюсь за тупой вопрос. Не подключился сначала. Ну, комментарии к вебинарам, соответственно, вот в первой группе. Мастер-группа номер один. Clear Coaching. Она бесплатная. Заходите, регистрируйтесь и пишите там. Вот там у нас есть темы открытые. Там же мы на вопросы отвечаем. Там и так далее, и так далее. Так, Олег, немного не по теме. Скажи, а сколько у тебя стоит сессия по ад? Опять же, на том же самом сайте. Могу опять же ссылку скопировать. Так, что-то никто не нажал. Отвлекается. Там есть индивидуальная работа на моем сайте. Вот здесь, вот в этом месте. Вот, и заходите туда, и видите сразу. Ну, на самом деле, я уже тоже как-то устал отвечать. Я не знаю, кстати, почему спрашивают, сколько стоит у тебя сессия по ад? У меня стоит, что-то стоит, у меня время. Я время свое продаю, а не техники. Я продаю свое экспертное знание. И обычно, когда человек приходит, я говорю, давайте мы сделаем так, вы мне объясните, в чем, собственно говоря, тема работы, а как конкретно мы будем работать, это моя забота, а не ваша. Такая вот штуковина. Так, все вопросы не по теме вебинаров, скайпсиси, академии. Ну да. Так, а как можно проводить супервизию онлайн без реального присутствия? Ну, так и проводится. Супервизор подключается к вам в Google встречу. У вас там включены веб-камеры, и он слышит вас и видит, что вы делаете и как вы делаете. Это вполне себе реальное присутствие. Опять же, вот Максим может подтвердить, мы очень многие совещания так проводим, чтобы не таскать тело по городу, там, по пробкам или по метро. Садишься, созваниваешься и прекрасно все работает. Как долго длятся занятия по вечерам? По вечерам мы работали часов до 9. Ну, кстати, на самом деле, вот тоже это было к моему такому удивлению. В этот раз, когда мы... У нас в первом сезоне супервизия тоже была прописана, но подразумевалась как некие самостоятельные занятия. Ну, которые, как мы знаем, в общем, не сработали. То есть люди самостоятельно заниматься как-то не особо умеют. Вот. И к моему удивлению, люди приходили гораздо раньше. То есть формально у нас расписание было с половины седьмого до девяти. Там, до девяти, до десяти. Это, в общем, как вы там садитесь в тройку, да, и работаете. Обычно этого времени как раз хватает на то, чтобы в одну сторону поработать и в другую сторону поработать. Как раз за супервизию успеваешь провести несколько сессий, получить несколько сессий и, соответственно, супервизору показать, как это все происходит. Вот. К моему удивлению, люди, в общем, с большим энтузиазмом. У нас там зал собственный. В общем, можно хоть круглосуточно там сидеть. Вот. И люди приходили с середины дня, иногда даже с утра, и очень активно там работали. И очень много было практики. Так что очень здорово. Вот. Тем более, что супервизор у нас отдельный человек. Он будет специально там приезжать, если нужно будет, и присутствовать. Так, 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 так. Так, меня выкидывает и вчера выкинуло. Да, вот. Еще раз вам Максим пишет. По всем техническим вопросам. Вам меня выкинуло, нет звука там и так далее. Пожалуйста, давайте не будем спамить. Я специально сделал отдельный канал скайпа, чтобы писали все туда. Пишите туда, пожалуйста. Не надо забивать скайп. Чат это бессмысленно абсолютно. Тем более, меня это только отвлекает. И люди потом жалуются, вот тоже обратно в связь писали, что несколько устаешь на вебинаре от постоянных сбоев. Олег что-то объясняет. Там раз, там, звука нет. Ой, там, задребезжало. Ой, там, это. Вот пишите. В скайп вам там все ответят. Расскажут, покажут и так далее. Тем более, если вас выкинуло, на какой смысл писать. А, еще люди почему-то часто пишут на самом портале в личку, например. Причем пишут такие вещи, типа, не могу войти. Ну, смысла особо писать нет, потому что, вы понимаете, если я в прямом эфире, я это все не прочитаю. А потом заходить и видеть там 15 писем на тему того, что я там не мог войти, тоже смысла особо нет. А писать Максу, это нужно знать его аккаунт, чтобы писать ему. Поэтому пишите ему в скайп просто и все. Вот. Так что, такая вот штуковина. Всех подобавляем. Кто в скайп сейчас покидал запросы, всех потом подобавляем. Так, Олег, когда ты все успеваешь? Так, Олег, благодарю за ясные ответы. Последний вопрос. Насколько тяжело обучение в Академии? Имеет ли смысл взять отпуск на период обучения? Ну, это кому как. Ну, я знаю, что у нас было, по-моему, 2-3 человека вот из нашей группы, которые, в общем, вполне себе совмещали с работой. Ну, иногда бывает, там, припоздают или что-то в записи посмотрят. Вот, если вы в моем блоге следите, там был такой Леонид Долгобородов. Он, вот, в общем, с работы приходил, там, там, периодически подпаздывал, иногда в пятницу приходил попозже, иногда там еще что-то. Но это все догоняется. Скайп еще раз, вон выше, большими-большими, огромными буквами написано, какой скайп. CC Академия. CC черточка Академия. Это наш скайп специально для модератора всяких трансляций там и так далее. Так, ну, поехали дальше. Следующая тема. Значит, будем считать, что мы с Академией более или менее закончили, да, у нас вот важный еще момент. И, кстати, этот момент настолько важный, что даже в Академии я буду теперь в семинарах делать специальный модуль или кусок, да, там, семинара, посвященный тому, как правильно писать отзывы. Вообще, как правильно писать, описано вот по этой ссылочке, да, B23.ru, P-U-0-N. Там четвертая буква, это ноль. Наверное, вот сюда могу скопировать еще раз вам. HTTP B23.ru P-U-0-N. Это, в общем, такой довольно популярный пост у меня в блоге, который я периодически поднимаю. Называется «Как правильно писать отзывы». Я его написал давно. Вот, я прямо сейчас вот реально его тут озвучу. Как правильно писать отзывы. На самом деле, я эту тему обдумывал много раз на прогулках. Она постоянно всплывает в связи с новыми тренингами, новыми городами и так далее, и так далее. Вообще, тема про правильные отзывы, правильные, в смысле полезные, наполненные информацией, которые дает и ведущему, и слушателю лучше понять, что произошло, впервые попалась мне у Машела Розенберга, автора методики «Ненасильственное общение», которая, как вы, ну, те, кто знаком со мной, знаете, что много раз упоминается, и интегрируется, и дорабатывается на разных моих тренингах. Сама по себе, вот именно тема того, как правильно поделиться обратной связью с другим человеком, мало где толком прописана. Я, кстати говоря, был на множестве тренингов, где учили давать обратную связь, всегда удивлялся, почему не научат таким простым шагам. Они очень-очень простые, очень-очень понятные и очень-очень полезные во всех отношениях, как для того, кто дает обратную связь, так и для того, кто получает. Ну, в тренингах, опять же, да, в тренингах мы в основном разбираем вопросы проработки зарядов, конфликтов, замешательств. Вот, а вопрос, что делать, когда все хорошо и все замечательно, как-то он проходит мимо, не очень понятно. Хотя на самом деле все очень просто. В «Ненасильственном общении» есть очень простая, эффективная формула для прояснения переживаний. Вот, и она выглядит так. Наблюдение, чувство, потребность, запрос. То есть все четыре шага. Наблюдение, чувство, потребность, запрос. На первом шаге предлагается описать, что на самом деле произошло. То есть такое, чтобы можно было его наблюдать. То есть конкретные события, которые можно наблюдать. Время, место, участники, все такое. Как один студент мне недавно записал, как в Милисейском протоколе. Это дает нам основание для понимания того, о чем идет речь, так называемую общую реальность. Тогда обоим собеседникам понятно предметно, о чем мы говорим. Второе. Какие эмоции я при этом почувствовал? Что я почувствовал, участвуя в этом событии или наблюдая его? Это эмпатия, создание общего эмоционального пространства. Про это мы очень-очень подробно. Это, в частности, рассказываю я на семинаре по ясным эмоциям. Ну и буду рассказывать, потому что ясные эмоции – это у нас шестой модуль как раз Академии. Третье и самое важное – это потребность. Какую конкретно потребность вашу личную удовлетворила то, что произошло? Это дает нам глубинное понимание того, почему человек вообще решил отзыв написать, собственно говоря. Ну а последнее – это как раз, собственно, пожелание всем остальным запрос по поводу темы, о которой отзыв пишется. Обычно, как ни странно, когда человек комплименты какие-то делает, они часто принимают форму оценок, пусть даже и позитивных, а иногда даже попыток манипулировать поведением других. То есть, когда человек пишет отзыв, например, типа «Все было круто, классно, я вообще от тебя фанатею, ты крутой, вообще немереный чувак», я вам лично могу сказать, что я испытываю замешательство. Потому что, первое – совершенно непонятно, о чем конкретно идет речь. Второе – совершенно непонятно, какую именно потребность я удовлетворил. И третье – по поводу чего вообще эти эмоции. И четвертое – что я или другой читатель может из этого отзыва вынести полезного, кроме того, что потом какие-нибудь его антисектанты процитируют у себя на форуме и скажут «Вот, видите, мы же говорили, что сектант, видите, у него там совсем люди офигевают, у них башню рвет на семинарах, они вот ему такие безумные отзывы пишут». То есть, такая как бы странная штуковина. Или оценки какие-то делаются, да. Помню, ну ладно, дама такая очень, которая мне писала очень эмоциональные письма какие-то такие, там «Олег, ты крутой, там, не сомневайся, ты вообще такой крутой, что крутость твоя прям вообще там немереная, там и так далее, и так далее». Ну, понятно, добрые слова у кошки приятно, да, но в какой-то момент начал мне это надоедать. Вот. Я ей как бы написал, ну, может, хватит писать мне вот эти вот там «Ты крутой». Я, в общем, окей, я крутой, все, убедила. Дальше-то что? Вот. И, собственно, как я и подозревал, как только я это сделал, сразу с ее стороны возник разрыв, она стала мне сказать, написала мне что-то типа «Была бы честь предложено». Короче, да не пошел бы ты. Вот. Меня это как-то удивило, думаю, странно. Ну, ладно, окей. Проехали. То есть очень часто бывает, что люди пытаются манипулировать таким способом, то есть вам там какие-то хорошие вещи говорят, видимо, им что-то нужно от вас, я не знаю, или они как-то это, может быть, неосознанно копируют это поведение оценочное. Вот. То есть, короче говоря, еще раз, если совсем просто, правильно написать отзыв – это дать человеку правильное подтверждение исключительно для создания полезной обратной связи для всех, кто читает отзыв, не только тот, кому вы его даете, но, может быть, там, другие читатели. Если совсем просто, то что мы делаем? Первое. Мы отмечаем конкретные действия, которые способствуют нашему благополучию. Второе. Конкретную нашу потребность, которая была удовлетворена. Третье. Ощущение удовольствия, возникшее в результате, или что там у вас возникло. И четвертое – свои пожелания тем, для кого этот отзыв пишется. Когда мы отзыв получаем в таком виде, мы можем жить без какого-то вот ненужного там этого ощущения собственной значимости или там ложной скромности. Мы можем праздновать свои достижения вместе с теми, кто готов их отпраздновать. А самое главное – это дает полезную обратную связь тому, кто вашу благодарность принимает, тому, кто читает об этом. То есть, эмоции и восторги – это хорошо, но если на формулу посмотреть, то в лучшем случае одна четвертая правильного отзыва. И даже, в общем, наверное, не самое главное в этом отзыве. То есть, очень приятно получить отзыв, когда в отзыве написано, там вот пример приводится, да, там, когда я на тренинге узнал о том, что изучение языка всегда начинается с замешательства, которое надо преодолеть, и понял, что я теперь знаю, как это делать, я мгновенно понял источник своих затруднений с предыдущими попытками изучать иностранные языки. Я сделал упражнение тренинга и испытывал радость от того, что теперь мне будет гораздо легче справляться своими страхами относительно своих способностей к языкам. Спасибо, Олег, это важный момент для каждого, кто соберется изучать иностранный язык. Вот. Это я сам для примера написал, тут же вот написал комментарий, что вот написал, прям самому захотелось эти упражнения снова переделать. Вот. Вот такие бы вещи побольше вы получаете. Кроме того, почему я говорю, что это полезная такая процедура? Потому что, на самом деле, пока вы это будете делать, вы сами лучше начнете понимать, что именно вы получили полезную. Потому что, опять же, скажем так, я не заинтересован в том, чтобы собрать с людей деньги или просто провести им какой-то вебинар и в ответ ничего не получить. Потому что, если я провожу даже бесплатно вебинар, конечно, мне нужен какой-то обмен. Я хотел бы, чтобы этот обмен приходил, если уж не в виде энергии денежной какой-то, то хотя бы в виде благодарности за это. А если этот обмен не приходит, то у меня возникает резонный вопрос, что, наверное, я... Наверное, я уверену какое-то дело, наверное, это никому не нужно, раз никто отзывов не пишет, раз никому не приходит в голову как-то что-то мне по этому поводу сказать, наверное, не стоит мне этим заниматься. Наверное, пойти лучше вон, не знаю, там, цветочки на кломбы сажать, и то будет полезнее. И вот. Это как бы такая штука очень-очень-очень важна. Каждый раз, когда наталкиваюсь я где-нибудь там накинуть такие вот рассуждения на тему того, что, да, вот, тут вот лишь бы бабло заработать на нас, там, и так далее, и так далее. Мне это всегда смешит, на самом деле. Я думаю, честно говоря, способов заработать бабло есть куда... Ну, есть, как бы, способы заработать бабло есть куда более простые, куда больше денег можно заработать, занимаясь не тем, чем я, на самом деле, занимаюсь. Поэтому, ну, такая штука, да, в общем, вам, конечно, судить, да, но тем не менее. Так, что у нас там в чате страшное происходит? Что-то там такое интересное. Мне аж интересно стало. Так, что-нибудь по существу там были какие-нибудь вопросы или не было? Ладно, окей. Не было, да, хорошо. Окей, тогда двигаем дальше. Двигаем дальше. Так, я тут тоже... Как правильно писать отзывы? Ну, вот, соответственно, да, по поводу отзывов. Попробуем эту тему как-то продолжить, да, или там, не знаю, закончить или еще что-то такое. Я просто хотел бы некое тоже пояснение сделать про себя, чтобы вы лучше понимали, почему я так вот как-то эту тему меня затронул, да. Ну, соответственно, раз вы у нас, сейчас, на вебинаре находитесь, значит, наверняка это не первый вебинар, но даже если и первый, то вот вам уже некий материал. С одной стороны, конечно, я очень благодарен, что вы пришли. Как я уже говорю, я вот очень сильно радуюсь, что 70 человек пришло на вебинар, про который я честно сказал, что это будет реклама. Вот, и тут такая вот штуковина, да, вот, допустим, вы изучили какой-то материал, и вот действительно вам показалось, что классная такая штука, полезный какой-то материал, полезные какие-то упражнения, и вы подумали, вот, как бы было бы хорошо, если бы, может быть, больше людей об этом узнали, больше людей как-то это умели бы делать и всякое такое. Вот, вы ощутили это, да? То есть, это вопрос изменения своего окружения, на самом деле. Вот, и что я хотел донести, да, то есть, если меня брать там как тренера или там как автора, я, в общем, мэть пока еще, и я не являюсь частью какой-то гигантской организации, что вы там, опять же, не думали, как всякие разные товарищи, как бы, да, у меня нет какой-то там гигантской маркетинговой машины, у меня нет изощренного какого-нибудь инфобизнеса, у меня нет какой-то хитрой там партнерской программы, в которой я инфобизнесменам каким-нибудь отдаю там половину денег, которые мне на самом деле платят, которые вы на самом деле могли бы, я не знаю, там, не платить или там на эти деньги купить два тренинга, к примеру, да? У меня нет спонсоров, которые спонсировали бы то, что я делаю, вот, и никто мне денег просто так не дает, там, пожертвований, ну, и к тому же, не могу сказать, что у меня там благотворительные какие-то проекты, да? Вот, поэтому такая штуковина. Все, что я делаю, это, в общем, мой труд, мой труд и моей вот небольшой группы соратников, единомышленников, вот, и, соответственно, у меня вопрос такой, да, если вы в обмен на наши вот старания готовы потратить хотя бы несколько минуток времени, я бы хотел, вот, рассказывая вам все вот эти вещи, которые рассказываю, донести до вас то, каким образом вы можете помочь ясной практике жизни, найти вот, вот, как бы, путь в целом и холодном мире к хорошим людям, да? То есть, чтобы хорошее дело стало хорошо известным. И этим хорошим людям, может быть, давно уже стоит знать о том, что есть такие вещи, и вполне возможно, что без вашей помощи они никогда не узнают о том, что такая вещь на свете существует. И уйдет очень много лет, и, может быть, к тому времени я уже брошу всем этим заниматься, потому что будет неинтересно, нерентабельно и вообще. То есть, собственно говоря, все зависит от вас. И тут, как бы, такой есть момент еще, тоже очень важный. Он заключается в следующем. Он заключается в том, что, собственно, когда я рассказываю что-то о том, что вот ясная практика жизни, это круто, это полезно, от этого чего-то там хорошего в вашей жизни происходит там и так далее, и так далее. Понимаете, вот то, что я говорю, веса в этом никакого нет. Потому что я автор, потому что я на этом деньги зарабатываю, потому что, ну, потому что, потому что, потому что. Потому что есть миллион причин, по которым я такие вещи буду говорить. Вот. И, собственно говоря, верить мне причин каких-то особых нет. Понятно, что если меня спросят, условно говоря, а есть что-нибудь круче там на свете, да, то, наверное, там автор скажет нет, конечно же, я самое лучшее тут все даю там и так далее, и так далее. Но когда об этом рассказывает человек, который действительно сам чего-то достиг, когда он реальный пишет отзыв, классный, да, он пишет, что у него произошло, какие у него там эмоции испытал он, какие потребности и желания были удовлетворены, почему он это рекомендует и считает нужным, кому это лучше порекомендовать и так далее, и так далее, это, собственно, вся власть в его руках, вся власть в руках человека, который делает отзыв. Вот странная штука. Обратной связью вы практически полностью определяете будущее, в том числе и мое. Дадите хорошую обратную связь, расскажете людям об этом, что-то получится из этого. Не расскажете, но это все дело загибнет и не будет развиваться. Так, Олег, можно вопрос не по теме, на которые Макс не может ответить. Какой программе ты записываешь свои видеоролики? Видеоролики я записываю прямо на видеокамеру. У меня есть, к видеокамере прямо программа прилагается, Logitech у меня какая-то там камера. Сейчас я вам сходу не скажу, какая-то штука. К ней прилагается программка фирменная. Вот я прямо через нее и записываю. Вот, а слайды, ну, по-разному. Короче, отдельно как-нибудь расскажу. Скринкасты можно записывать разными всякими программами. У меня, если скринкасты, кто-то пишет программой Camtasia, у меня есть такой онлайновый сервис платный, которым я пользуюсь для записывания скринкастов. Вот такая вот штуковина. Вот, и продолжаем, да? Вот, в принципе, там Оксана написала, лучшая реклама – это собственные достижения. А вот я не согласен с этим, понимаете? У меня много хороших собственных достижений, и это не самая лучшая реклама. Лучшая реклама – это достижение тех людей, которые у меня обучаются. Это самая лучшая реклама, лучше этого ничего не бывает. На самом деле, я вам могу сказать, что качество работы тренера, качество работы коуча оценивается по достижениям того, кто с ним занимается. Потому что к коучу всегда можно предъявить разные претензии, да? Можно всегда сказать, да у него у самого там что-то здесь не так, а здесь нет, и так далее, и так далее. Это будет, скорее всего, правда, потому что, ну, все мы живые люди, и, в общем, никто из нас небожителем пока еще не стал, и, в общем, понятно, что проблем у всех хватает. И у меня в том числе всякие разные вещи бывают, которые, ну, к которым, если кто-то бы со стороны бы это увидел, мог бы привязаться и сказать, ну, как же так, вот он там, сапожник без сапог, там, или что-нибудь такое. Поэтому тут самое главное, что человек пришел ко мне, что он получил, что у него получилось из того, что я давал. Есть такая вот еще интересная вещь о том, как заинтересовывать вообще людей, да? Вообще говоря, вот этот вот последний пунктик, да, последний пунктик, интерес, так называемый. Сейчас я посмотрю, ага, видно, вот указатель показывает. Интерес. Очень часто люди пытаются сразу подойти к другому человеку на уровне интереса, и сразу ему рассказывают о чем-то интересном, ну, и часто частенько обламываются как-то, да? Если сам не умеешь, как можно научить, да, дело не в том, что сам не умеешь, понимаете, вот фишка такая, да, если тренер тренирует спортсмена, который ставит мировой рекорд, значит ли это, что сам тренер должен быть круче своего спортсмена, который он тренирует? Нет, он не должен, другая вещь, это другая технология совершенно, да, одно дело ставить мировые рекорды, а другое дело обучать тех, кто ставит мировые рекорды. Это как бы не нужно путать. В коучинговой деятельности это очень четко просматривается. Одно дело иметь успешный бизнес самому, другое дело иметь учеников, которые имеют успешный бизнес. Это разные вещи. Хотя они, конечно, там, понятно, связаны, и понятно, что неплохо бы, наверное, все-таки учиться у человека, который сам умеет это делать. Но дело в том, что, например, в чистом подходе проповедуется такая тема, да, как использование прояснения внутренних ресурсов. Я специалист по прояснению внутренних ресурсов. И я могу, если у этого человека, у данного человека есть внутренний ресурс для, не знаю, для успешного ведения бизнеса, то я могу его проявить, помочь ему проявить. Ну, вот я начал говорить, да, что очень часто обламываются на чем? Подходят человеку на уровне интереса и обламываются. Начинают ему что-то рассказывать, 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 рассказывать. И человек говорит, слушай, кто ты запарил своими этими, не знаю, там, у кого что-то, там, сектантскими штучками или, там, психологическими штучками, там, не хочу я все это слушать, все это бред. И на самом деле, ну, это такая закономерно известная вещь, как бы, да, известная вещь также состоит в том, что для того, чтобы человек действительно как-то проникся тем, что вы можете для него сделать, первое, что вы должны уметь делать, это научиться, ну, как-то человеку помочь, как-то просто сделать что-то, что ему реально поможет. Вот, не навязывая то, что там какая-то, вот есть такая техника, иди туда учись, там, иди обучись, там, и так далее. Правильно было замечено, что, кстати говоря, это связано с тем, что мы обсуждали, да, первое, что я должен сделать, когда человек ко мне приходит, я должен реально показать ему, что помощь возможна, что можно исправить что-то в его ситуации и что, в принципе, я могу это сделать. И если у меня в ассортименте есть какие-то правильные, простые техники, с помощью которых я могу это сделать, могу ему помочь, могу ему показать, что это возможно, какое-то изменение, то тогда открывается следующий шаг, да, следующий шаг управления. Управление, это, наверное, знаете, вот если, грубо говоря, этот шаг с чем-то ассоциировать, то, наверное, он у меня больше ассоциируется как раз с техникой плат. Она очень простая, прямолимейная, быстрая, помогает сразу. Человек пришел, у него какое-то переживание, мы с ним поработали, переживание растворилось. И он уже как-то открыт, как бы, да. Второе, то, что мы делаем, это управление, имеется в виду, что можно человеку показать, что можно не просто убирать какие-то негативные состояния, там всякие разные, и так далее, да. А можно научиться управлять своими состояниями, можно какие-то навыки развивать, там и так далее, да. Ну, опять же, если с чем-то тут ассоциируют, наверное, у меня тут больше ассоциируется с нашими модулями номер 2 и номер 3, ясное настоящее, ясное будущее, там ремонт жизни и целеполагание. То есть можно показать человеку, что с помощью определенного способа проработки своих проблем можно не просто убирать какие-то проблемы, решать какой-то негатив у себя, да, который мешает жить, а можно еще и нарабатывать навыки какие-то, научиться управлять собой. И тогда вот у вас не будет проблем с тем, чтобы продолжать с ним общение, да, общаться на эту тему, говорить, вот есть еще вот эта такая штука, и эта штука, и тогда интерес возникает сам собой. Это вот такие 4, как их назвать, 4 шага, что ли, да, через которые можно с человеком проходить, вот, и видеть, как возникает у него этот интерес. Нужно ему помочь, нужно показать ему, что его состояние можно управлять, можно дать ему побольше информации, и тогда интерес у него возник сам собой. Если вы попробуете прямо сразу на интересе входить и общаться с ним, это, как правило, не получается, как правило, доставляет, ну, не знаю, такое выводит, как навязывание некое, да, что якобы все должны интересоваться тем, чем интересуюсь я. Вот, и поэтому я, например, не люблю, когда ко мне, у меня был один приятель, который там сильно увлекался буддизмом, постоянно меня грузил этим буддизмом, вот мне это было совершенно неинтересно, совершенно непонятно. Примерно такая же реакция, но я лично по себе могу сказать, что у меня часто бывает на, ну, люди же любят спрашивают там, а вы там читали такую-то книжку, а вы там слышали про такого-то автора, а вы там вот это вот знаете там, вот, я обычно равнодушно отвечаю, не знаю. И не знаю, и знать не хочу. И более того, если мне это начинают навязывать, как-то желание знать, оно даже уменьшается. Почему это происходит? Ну, потому что человек пытается ко мне зайти вот прямо вот на эту, вот сюда вот зайти, как бы, да, а мне это, ну, неинтересно. А почему должно быть мне интересно? Ну, и, соответственно, я про себя тоже самое понимаю, да, что если, наверное, кто-то возьмется кому-то рассказывать обо мне, например, или о моих вебинарах, сразу на уровень интереса пытаясь человека завести. Причем это не обязательно какие-то слова, ну, и ничего не получится. И это не обязательно какие-то сложные шаги. Шаги могут быть достаточно простые. Я там, показал что-то ему, вот помогло, там, да, какой-то там навык с ним подработал, вот получилось, там, рассказал ему что-то, и интерес возник сам собой. Вот такая вот штука. Гораздо более эффективный подход. Ну, и, собственно говоря, и когда вы таким образом подходите, то вам, ну, как бы, даже похоже чем-то, да, вот на то, что было на предыдущем слайде, да, на отзыв, как бы, да. То есть вы работаете с реальными вещами. То есть вы не грузите человека какими-то теоретическими, там, штуковинами, да, или там не запугиваете его, как вот Оксана там писала в посте, что стандартная технология продажи заключается в том, что нужно человеку там сначала долго рассказывать, как у него все плохо, и как дальше будет все еще хуже. И вот, боль, 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 и потом дать надежду, а потом, типа, вот под эту надежду продать ему все что угодно. Да, так она выглядит. В общем, стандартная техника презентации выглядит примерно точно так же, да, но это, в общем, зачастую вываливается в некую достаточно грубую манипуляцию, когда человеку там долго и болезненно описывают, в чем его проблема. Вот, если человек морально или психологически неустойчив, он эту манипуляцию поддается. А если он устойчив, то он просто посылает вас далеко. Вот, или недалеко. Посылает вас куда-нибудь рядом. Ну, вот такая еще раз, да, штука, да, вот помощь. Рассказать, как мне что-то помогло, например, да, рассказать, как другим что-то помогло, рассказать о реальных живых примерах изменения к лучшему, и как-то найти с этим человеком согласие о том, что, в принципе, помощь возможно. Это вот суть шага, первого шага, шага помощи. И это суть, в общем-то, написания отзыва, да, рассказать, как мне что-то помогло, рассказать, как другим что-то помогло, рассказать о живых примерах изменения к лучшему. Нет ничего лучше, чем живые примеры. Управление, например, да, то же самое. Провести какой-нибудь простой процесс, избавив от какого-нибудь нежелательного состояния, например, поставить под управление ранее неуправляемые эмоции, создать желаемое состояние, показать только, что возможно этим управлять. У меня была такая забавная байка, я ее обычно рассказываю на семинаре по ясным отношениям, это предпоследний модуль у нас в Академии. Рассказывает он, у меня была подруга, ну, еще совсем юный период моей времени, период моей жизни, которая, я очень интересным образом ее закадрил. Мы с ней общались и как-то, в общем, так дружили, и в какой-то момент она ко мне пришла и сказала, что дружить со мной больше не желает. Вот, я удивился, спросил, в чем дело, и она мне сказала, ты знаешь, я чувствую, что я в тебя влюбляюсь, а я не хочу, мне вот не надо это совершенно переживание, я не хочу влюбляться. Вот, и я взял и сделал там некий процесс по эмоциям, то есть научил ее управлять этими эмоциями. Вот, и она вдруг поняла, что она может влюбляться или не влюбляться по собственному желанию. Ну, и после этого, в общем, недолго времени прошло, как она решила, что все-таки раз она может управлять своим состоянием, влюбляться или не влюбляться, она, конечно, влюбилась. И вот, и мы потом отношения у нас состоялись. Неграмотный пенелпер. Так, а вчера вы начали про NLP говорить, и связь оборвалась. Какие минусы у NLP? Ну, я же видео выложил в блоге, вы не видели? И в блоге, и в группе, и так далее, и так далее. Там весь последний кусочек есть, где я про NLP что-то рассказывал. Кстати говоря, пост вот я делал тут, нашли мне цитату. А, по-моему, вот Юрий там находится в прямом эфире, он мне прислал цитату из книжки Ричарда Бендлера, откуда, собственно, вот эта вот идея была. В блог заходите, в моем ЖЖ, там я всегда что-нибудь пишу. Ну, собственно, общение, да, вот общение. Вот если у вас первые две темы прояснены, вот вы пришли, почитали отзывы, да, вот условно говоря, посмотрите, как вот вы приходите на что-нибудь. Вы пришли, почитали отзывы, да, вот то, что сейчас на экране как раз и есть. Потом вы, допустим, взяли какую-нибудь практику с вебинара, поработали, и у вас что-нибудь получилось, да. О, тогда следующая стадия, да, вы можете свой какой-то отзыв написать. На самом деле тут совершенно огромное количество вариантов, как можно тут тоже помочь и себе, и другим, да. Во-первых, написать отзыв, вот, например, зайти в нашу бесплатную мастер-группу и там написать отзыв. Так, сейчас проверим, пропал звук или не пропал. Раз, два, три. Нет, звук на месте. Это у вас там на вашей стороне что-то не так. Я тут уже, руководствуясь негативным опытом, параллельно посматриваю. Кроме того, сейчас-то в наше время, в период развития социальных сетей, вообще проблем никаких, да. Можно сделать просто перепост. Вот любые сообщения, любое видео, любой подкаст, если он у вас есть, вы можете в ВКонтакте перепостить, в ЖЖ, в Фейсбуке, в Твиттере, в любом, в любой соцсети. В Казахстане ЖЖ не работает. А вы, кстати, знаете, что если вы поставите себе браузер под названием Opera, и в этом браузере включите турборежим, то у вас ЖЖ будет работать. А кроме того, собственно говоря, даже если он у вас не работает, у меня есть на Яндексе зеркало, в которое ЖЖ транслируется. Яндекс точно работает. А что касается ЖЖ, и то, что Opera в турборежиме открывает ЖЖ, это проверено. Вот мой организатор Алма-Атинский, у нас там в сентябре будет LivePro, он проверял, подтвердил мне, что да, действительно, браузер Opera работает в турборежиме. Так что, короче, берете и перепостите. Собственно, на чем и выросли эти социальные сети, что можно генерить контент, даже, в общем, если ты не пишешь ничего сам. Есть какое-то интересное сообщение или что-то, делайте репост просто и все. В ЖЖ, например, в конце каждого поста есть такие кнопочки специальные, они автоматически добавляются, с помощью которых можно закинуть это сообщение куда угодно. Если вы считаете, что это может быть людям полезно, пожалуйста, сделайте это, это же не трудно, я думаю, и полезно. Так, как расширять свою область в ЖЖ? Я часто встречаю популярных ЖЖ-стов, комменты типа у меня депрессия или все плохо, оставляю коммент, что вот мне помогло, даю срок на тебя, дает как спам и неизвестно, дошло ли, до того, кто страдал депрессией. Ну, я не знаю, как расширять, не знаю, напиши мне, я сам залезу, мой коммент дам. Так, ну, Scarlett 2 у нас, по-моему, такой уже бывалый пользователь, задавать вопрос, где будет запись этого иностранного. Запись будет вот в этой группе самой, вот в Clear, вот здесь вот, в Clear Coaching. Как я уже сказал, это последний вебинар, который будет полностью открыто выложен со всеми потрохами в бесплатной группе. Вот, или можете, вот последний пунктик, да, сделать комментарий или перепост любого сообщения в ЖЖ. Ну, как-то так получилось исторически, что все-таки я ЖЖ выбрал в качестве, как я уже говорил, основного блога, который я веду. В основном дальше везде репосты идут, но тем не менее. В ВКонтакте у нас тоже есть свой форпост и в Фейсбуке есть, так что не вопрос вообще. Да, возможно, кстати говоря, ссылку даешь, просто банят за то, что вы, как бы, получается, спам рассылаете, да. Еще один вариант, тоже очень такой простой, как помочь ясной практике жизни. Собственно, название моей презентации было. Порекомендуйте какие-нибудь материалы. Вот мы материалы бесплатные выкладываем зачем? Для того, чтобы они как-то распространялись, для того, чтобы люди о них узнавали. Порекомендуйте коллегам, друзьям, друзьям друзей, друзьям блогерам, друзьям коллег, которые ведут блоги, друзьям друзей, которые ведут блоги о блогах своих друзей. А где был смайлик, но он, видите, не получился. Короче, вы меня поняли. Если вам не трудно, пожалуйста, это не трудно, нажать одной кнопочки, позволить нам что-то такое сделать. Потому что, ну, действительно, очень смешно смотреть, когда топовые записи у известного пользователя Тёмы выходят в топ, когда он там пишет такой «тринь-бринь», «трац-клац», там, да, у него полторы тысячи комментариев. Ну, правда, у него тоже есть свои грязные секреты. Как бы известно, что это его собственные сотрудники все это комментируют, вот, за которым по голове сильно попадает, если они этого не делают. Вот, но тем не менее, как бы, да, но нас тоже достаточно много. Вот у нас сейчас в эфире, вот видите, добавляются люди, 76 человек аж. И вот. На портале у меня написано сейчас вот я залезу ради интереса, посмотрю, значит, каждый раз добавляется, сколько у нас людей. О, видите, 1017 людей, в общем и целом, заходили на вебинары, вот, 155 человек последователей, 35 прямых контактов. Кстати говоря, непонятно, почему в контакты никто не добавляется ко мне. Добавляйтесь в контакты. Чего в самом деле. Вам же будет проще приглашения всякие получать на разные всякие онлайновые мероприятия. Это вот сюда вот нужно зайти и в прямой контакт добавиться. Вот. Так что такая штука. Еще один такой момент, тоже моя вот просьба, да, опять же, к вам. Если вы знаете каких-то людей, которые, например, ведут рассылки или тематические форумы, заведуют порталом или там рекламным сайтом, или там статьи в журналах или газетах пишут, или ведут какие-нибудь телерадиопередачи, ну, порекомендуйте. Я, в общем, с удовольствием выступаю. Ну, на телевидении пока еще, по-моему, в прямой эфире ни разу не попадал. На радио я был в нескольких радиопередачах. Черкните им по-востоку. Я с удовольствием приду, поучаствую, расскажу. Может быть, есть какая-нибудь тематическая передача интересная, где можно кому-то что-то рассказать. Опять же, я это делаю для того, чтобы, как я сказал, да, хорошее дело было хорошо известным. Не столько ради рекламы, как таковой, а сколько ради создания некого сообщества друзей. Я вот сейчас, кстати, очень радуюсь тому факту, что когда я просьбу о текстовке вот кинул, как бы, да, я, честно говоря, думал, что, ну, как-то никто особо не придет. Вот, к моему большому удивлению, у нас 32 человека, я уже говорил, да, может, уже больше. 32 человека у нас в текстовщике подались, вот, что очень приятно, на самом деле. Значит, все-таки мы делаем нужное дело. Это радует. Вот. Ну, а может быть, да, вот здесь написал. Может быть, вы когда-нибудь спасли кому-нибудь из них жизнь, вот, а теперь хочет помочь кому-нибудь. Вот. Воспользуйтесь этим шансом. Да, еще один момент, который, ну, тоже, да, кстати говоря, верный комментарий, да, что такие тренбрынь, они рассчитаны на такие же тренбрынь. Это тоже один из моментов таких, да, что вроде бы, как бы, не хотелось бы набирать, как это вот, то, что называют, хомяков, да, то есть людей, которые просто ходят по блогам и тупо комментят, непонятно зачем, непонятно для чего и так далее, и так далее. Вот. Ну, нам люди все-таки нужны какие-нибудь толковые, которые как-то разбираются. Но, тем не менее, как бы, да, пишите комментарии, что-нибудь пишите, отзывайте, задавайте вопросы. Вот я, например, с удовольствием без проблем включаю веб-камеру, могу хоть каждый день там вести видеоблог, отвечать на какие-то вопросы. Задавайте вопросы, будем отвечать на них. Так, ну вот, вопрос я пока у него. Могу ли я что-то посоветовать как подготовку к Академии Ясного Коучинга, книжки, видео и т.п. Вы знаете, я на самом деле постарался программу обучения в Академии построить таким образом, чтобы она была самодостаточной. Поэтому я, в общем, на этот вопрос отвечаю стандартно, так же, как я отвечаю на такой же вопрос, который мне клиенты задают. А вот перед сессией нужно что-нибудь почитать, там поделать? Я говорю, нет, не нужно. Приходите как есть, мы будем работать с тем, что есть. То есть никакой предварительной подготовки не нужно. На любую из модулей можно попасть, хоть на первый, хоть на второй, хоть на восьмой на самом деле. Я максимально стараюсь рассказывать максимально понятным, ясным языком, не используя каких-то там отсылок куда-то далеко. Конечно, когда в рамках Академии идет программа, это не всегда получается, да, часть информации для людей, которые пришли там где-нибудь посередине. Может быть, будет непонятно, потому что отсылки идут на другие тренинги, например, и так далее. Но каждый тренинг, он вполне себе самодостаточен. Вот. Так что такая вот штуковина. Так, двигаем дальше, что этот написал. Да, ну вот, собственно говоря, то, что там Виктория пишет. Да, загляните в две окны, вот он находится по этому адресу. Ну, собственно, с этого адреса, который вы на экране видите, идет перенаправление в ЖЖ. Просто здесь запомнить проще, да. blu.olegmatveev.org. Olegmatveev.org – это мой основной базовый сайт, на котором там я все кучкую. Вот, и от него уже в разные стороны все остальное идет. Почитайте, посмотрите там всякие другие разные интересные вещи, о которых я пишу, рассказываю. Вот. В конце концов, я стал думать, ну, что еще может сделать человек. Просто бывает еще такая категория людей, которые говорят, ну, там у меня, не знаю, там денег нет, и я не поеду никуда. Вот. Я тут написал такой, типа, устроите бесплатную лекцию в местной библиотеке. Действительно, если вы что-то попрактиковали, то есть я считаю, что, например, на вебинарах, ну, вот серии, например, 12 волн состояния потока, такой достаточно серьезный материал-то дается по большому счету. И вы знаете, если вы попробуете, знаете, есть такая штука, да, чтобы что-то хорошо понять, есть такая, ну, такой приемчик, да, я на семинарах часто это говорю, что для того, чтобы вы это запомнили, постарайтесь в ближайшие несколько дней найти какие-нибудь свободные уши и объяснить человеку, что вы изучали на семинаре у Матвеева. Опыт показывает, что, например, трехдневный семинар вполне возможно минут за 30-40 в общих чертах человеку изложить, так, чтобы ему было интересно. Только, главное, не забыть, что шаги выглядят вот так, да, помощь, управление, общение, ну, и потом идет уже интерес. Вот, то есть вы не навязываете там человеку чего-то, а просто рассказываете какие-то такие вещи. Вот, и когда рассказываешь, сам гораздо лучше понимаешь. Вот эти все бесплатные лекции, ну, или платные лекции, я не знаю, как оно у вас получится. Возьмите с людей по 50 рублей на плюшки и чай, вот, они очень помогают само в чем-то разбираться. Вот, и кроме того, вообще известно, да, что если ты хочешь как-то продвигаться, на определенной стадии тебе приходится заниматься каким-то учительством, потому что, ну, а куда деваться-то, вот оно, все такие, так сказать, базовые заряды, базовые проблемы, они уже с другими людьми связаны. Вот. Почему через 15 минут визик вырубит связь? Нету никаких причин, почему бы так было. Окей, двигаем дальше, двигаем дальше. А, ну, вот тут я тоже хотел рассказать, что вот у нас на втором сезоне, кстати говоря, была такая проблемка, да, она заключалась в том, что мой администратор Сергей, который потом себя, кстати, уже некрасиво и странно повел, и это было связано, я так понимаю, именно с деньгами, он почему-то взял, удалил сайт, удалил видео, отзывов, которые вовсе не ему делались, а делались мне по нашим курсам. Вот. И там, если вы были на этом старом сайте, вы, наверное, видели, там была страничка, посвященная партнерке. Я, честно говоря, автором-то был он, конечно, да, этого текста, но меня всегда коробило от тех вещей, когда он пишет, а хотите заработать с нами бабла? Или там делают какие-то семинары на тему того, что 500 тысяч рублей, как заработать 500 тысяч рублей, ничего не делает там, да, это хорошая идея, но на самом деле, если вы пробовали в таких вещах участвовать, то вы, наверное, знаете, что никаких 500 тысяч рублей там никто не зарабатывает, если зарабатывает, то это очень похоже на MLM, да, или МММ, зарабатывает тот, кто пришел первым, наверное, да, поэтому как-то все эти вещи реально коробят. То есть я не предлагаю зарабатывать бабла, и я не хочу, чтобы ко мне приводил кто-то людей, потому что он зарабатывает бабло вместе со мной. И вообще эта тема какая-то такая, ну, не знаю, неправильная, некрасивая и вообще какая-то дурацкая. Так что я вам хочу сказать, что мы, в общем, не такие, как бы, да, нам нужны те люди, которые понимают то, что мы делаем, и которые своих друзей могут, там, не знаю, рассказать и убедить, потому что эта тема действительно имеет какую-то пользу, и они это делают ради создания какого-то, я не знаю, позитивного окружения вокруг. Хотя, конечно, в общем, как и у всех людей, ну, про пиратов я уже говорил, что с пиратами тоже я, в общем, не борюсь никогда, не понимаю, зачем это нужно. Другое дело, когда заходишь на какой-нибудь трекер, видишь какое-нибудь выложенное, там, краденое видео или, там, купленное в складчину, вот, а под ним еще куча негативных комментариев. Вот это, конечно, там, чисто поавторски обидно. То есть, мало что тебя украли, тебя еще и обосрали. Вот, и все время хочется, как не сопротивляешься, хочется зайти и сказать, слушайте, ребят, ну что за, я не знаю, свинство, не нравится, не пользуйтесь, в конце концов, да, не говоря же о том, что я им, собственно говоря, не давал им это всего. Вот, так что, такая вот, такая штуковина. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, звук нормальный, все хорошо, я не знаю, что за проблемы там у вас. Вот, соответственно, как бы, конечно, когда к нам приводит, кто-то приводит друзей, там, и так далее, и так далее, естественно, мы это поощряем, у нас есть очень довольно стандартная такая практика. Это комиссионная, если вы к нам отправляете человека, мы 10% начисляем вам на счет, который вы потом можете использовать для обучения у нас в академии. Еще раз я подчеркну, как правило, деньгами мы не платим. Опять же, по тем самым причинам, мы не предлагаем кому-то с нами зарабатывать бабло. Не вижу в этом смысла, мы хотим, чтобы вы учились. Если вы к нам людей посылаете, мы дадим скидку тому, кто придет, и скидку вам в будущем, когда вы придете к нам. Точнее говоря, мы будем вычислять вам некие условные деньги на счет, которые потом можно будет потратить на какие-то такие вещи. Вот самое главное, самое главное, что важно для меня, это чтобы была какая-то польза. Была польза для вас, была польза для нас, и было как-то все по-нормальному сделано. Как с нами связаться? Это наши координаты. Первый адрес, это адрес нашего администратора, тех, кто регистрирует, поэтому ребят написано, тех людей, которые к нам на обучение записываются. Еще раз могу вам кинуть ссылочку, что если вы именно на академию хотите попасть, то вам, наверное, вот сюда вот зайти нужно. Вот. И там вот эту табличку, видите, календарик. Вот. На вебинаре у нас, еще раз, чтобы все не пугались, потому что у меня есть подозрение, что глухой телефон всегда все портит, люди начинают пугаться, думать, ой, там что все закончилось, все сейчас прекратится, там и так далее, и так далее. Нет, вебинары у нас, вебинаров у нас еще впереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, как минимум. То есть мы только посередине нашей вебинарской программы. Вот. И вебинары так и будут оставаться бесплатными, и так и будут оставаться доступными. Единственное, что я просто не хочу больше делать, я не хочу больше тратить очень много времени на поддержку этих вебинаров, в том смысле, что вся поддержка, ответы на вопросы, домашние задания, всякие такие вещи, куда мы именно в работу какую-то вкладываем, она будет в мастер-группе номер два, как я уже говорил. Еще раз вам покажу этот слайдик, давайте. Про мастер-группы. Вот. Вы можете бесплатно попасть в мастер-группу номер один, еще раз скажу, посмотреть там бесплатно первые шесть вебинаров, две не школы там будут, вторая еще вот не выложена в виде видео, и четыре первых вебинара по яснопрактике, по двенадцати волнам состояния потока. Вот. И если вы проникли сейчас идеей, что хорошее дело нужно делать хорошо известным, то вы можете сделать те действия, про которые я сейчас вот вам так долго тут рассказывал. Вот. Написать отзыв, сделать перепост, там и так далее, и так далее. Соответственно, тогда мы вас переместим, можете сделать заявочку в мастер-группу номер два, вот. И там спокойно дальше делать домашние задания и так далее, и так далее. Так. Мастерская тренингов имени Джона Голта кинула всех. Я, честно говоря, не знаю, что с этой мастерской, но это вот как раз та вещь, которой занимался Сергей Лукин, с которым я, честно говоря, большого желания поддерживать отношения на данный момент не имею, потому что он очень странно себя повел. Уничтожил ценные материалы. Ценные не для него, ценные для людей. Я таких вещей не терплю вообще совершенно. И это, конечно, началось вот как раз из-за, ну, как обычно, из-за денег. То есть, как только вот началось это, вот с этим, вот как только началось, так тут же как бы выяснилось, что какие-то непонятные пожизненные проценты и прочие всякие инфобизнесменские какие-то такие вещи. Вот. Это, в общем, неприятно. И нет, звук есть, все нормально. Ребят, давайте мы договоримся. Прекратите, пожалуйста, писать в чат дурацкие вот эти вещи, звука нет. Мы попросили же писать в Skype. 20 раз уже большими буквами показывали. Пишите в Skype. Нет звука, пишите в Skype. У нас сплошной флук, блин. Звука нет, бульки там, тро-ля, понимаете. В эфире 70 с чем-то с лишним человек. У каждого там какие-то свои местные глюки. Половина людей у нас даже, блин, не в Европе сейчас находится. Вот. Что вы хотите? Это интернет. Так он работает. Нет смысла в Skype писать, да, тем более, что действительно все работает. У меня параллельно стоит компьютер, подключенный по другому интернету, по другой линейке. У меня есть наушник. Вот я надеваю и слушаю. Звук есть, все нормально. Ну да, банить надо без разговоров просто. Тут банить человек один раз напишет, и уже достаточно. Так, вот еще раз наши координаты. Вот, кстати говоря, видите, вот это Skype. Это Skype, который у нас, ну, как бы Skype нашей Академии. Он работает в то время, когда у нас идут прямые эфиры. Ну, соответственно, все вопросы можно туда вот писать. Да, это телефон, опять же, телефон, по которому можно позвонить в Москве. Ну, и обо всем там договориться, там, и так далее, и так далее. Да, это форма регистрации. Вот короткая ссылочка. Там же цены все указаны на все, если вам интересно, там, и так далее, и так далее. Вот. В том числе, там, кстати, теперь и на вебинары можно тоже зарегистрироваться. Вот. Ну, собственно говоря, вот такая вот штуковина. Сегодня, как я уже говорил, вебинар-то такой недлинный планировался. Я вас всех благодарю за поддержку, благодарю за понимание. Вот. Благодарю за то, что вы зашли даже на этот вебинар, несмотря на то, что он был рекламный, и я тут что-то там рассказывал, и так далее. Вот. Возвращаю последний файл. Вот наши все. Хотя, собственно говоря, вы можете, опять же, зайти на олегматвеев.org, и там, в самом верху, все это висит. Прекрасненько. Ну, дай там ссылку еще в чат кину, потому что он там как-то не вылавливает, где этот сайт находится. Вот. Я очень-очень сильно надеюсь, что все тут зависит от нас, и что действительно нет необходимости заниматься какими-то рекламными манипуляциями, какими-то вот этими безумными откатами, процентами и всякой такой ерунды для того, чтобы как-то создать какое-то движение. Я надеюсь, что любой человек понимает прекрасно, что если нет поддержки, пусть даже там не какой-то там материальный, да, хотя бы какой-то моральный, то в общем и целом дело начинает гибнуть, дело начинает хереть, и как-то заниматься этим не хочется, да. С одной стороны, понятно, что все там как-то зависит, и люди все считают какое-то бабло, которое кто-то зарабатывает, но деньги – это обмен, деньги – это энергия. И энергия – это не всегда деньги, да. Вот деньги – это энергия, а энергия – не всегда деньги. Иногда достаточно человеку написать хороший отзыв, и он будет радостно обходить целый день, вот, и будет вас благодарить. Вот, можете зайти вот по этой ссылочке еще раз, да, b23.ru, pu0, это нолик, вот эта вот штучка, N, там у меня вот записано то, что я проговаривал, как правильно писать отзывы, вот, ну, я еще оставлю вот координаты, вот, и действительно старайтесь писать. Вот если что-то интересное, ну, вот сейчас как раз благодаря товарищам-отекстовщикам мы будем делать маленькие такие статейки, потому что я понимаю, там, видео не у каждого компьютера может потянуть, там, не всегда есть время посмотреть, там, не всегда есть возможность, вот. А почитать вроде как легче, да, и мы всегда будем вот вместе как-то работать, да, и попробуем создать какое-то такое сообщество, вокруг которого что-то вырастет. У нас в ближайшее время тоже, вот, если вы сейчас зайдете вот по этой ссылочке, там, да, clearcoaching.ru, там вы увидите такой сайтик довольно примитивный, на самом деле у нас есть уже другой сайтик, мы пока его просто в открытую не выкладывали, мы перенаправим этот домен туда, и вы увидите, что, в общем, у нас там будут всякие анонсы, скринкасты, я буду рассказывать в ближайшее время подробно про каждый из модулей, так же, как я вот рассказал здесь вот на первой страничке олегматыев.org про Академию в целом, вот, ну и буду очень рад вас видеть вживую или на онлайн-трансляции, на любом из модулей или на Академии целиком, вот, и постараюсь со своей стороны действительно сдержать обещания, ну, вроде бы вот получается по вебинарам, я обещал, что у нас Академия-версия 3.0 будет идти в новом формате, в таком, да, танцевально-игровом, когда я буду поменьше грузить и побольше давать движений людям, вот я постараюсь это обещание сдержать, так, чтобы оно, в общем, работало и у нас Академия действительно получилась новая, другая и обновленная. Все, всем спасибо за внимание, встретимся тогда в наших мастер-группах, вот, давайте я вам тогда сейчас слайдик про мастер-группы повешу, вот, здесь, да, встретимся в мастер-группе, там эта запись тоже появится, ссылка на нее, слайды там, кстати, уже выложены, которые вы сейчас листали, точнее, я листал, да, вы смотрели, вот, так что, в общем, приходите, мы еще, ну, никуда, мы пришли именно долго, да, мы еще до конца года, у нас будет целый сезон Академии Ясного Коучинга. Все, всем спасибо, на этом, пожалуй, все на сегодня.